Всем привет! Вы на канале Маврин Футбол Коуч и сегодня я вам расскажу о своей игре против футбольного клуба Амкал. Играл я за Академию Ювентус, московский филиал, так как ребята тренерский состав пригласили меня поучаствовать второй раз уже в данном мероприятии. Давайте по горячим следам, что было в матче, что по игре было, только на словах. К сожалению, потому что видео нет, но там у Германа или у ребят у кого-то вы можете потом посмотреть и сопоставить мое мнение об матче и мнение данных блогеров. Ну что, погнали! Итак, что касается самого матча. Этот матч был уже второй по счету, как-то год назад, по-моему, уже меня ребята тоже приглашали. И в тот раз был счет 3-3, хотя счет должен был быть там 10-0. Но по какому-то стечению обстоятельств счет стал 3-3 и по пенальти только мы выиграли тогда. Мы это Академия Ювентуса. В этот раз все было намного проще. По каким причинам? Ну их, наверное, несколько. Во-первых, у нас состав был более, скажем так, укомплектован. Подъехало еще несколько ребят, как тренерского состава, так и игроков, которые где-то-где-то что-то двигаются. Вот это первый момент. Второй момент – поле. Это поле, в отличие от стадиона на Красной Пресне, стандартного размера. Соответственно, зоны, которые были в матче, они позволяли спокойно работать именно тем ребятам, то есть нам, которые более опытные в футбольном отношении. То есть это второй момент. И третий момент – то, что мы не отложили все это результат на последнюю очередь. То есть в долгие ящики ничего не откладывали, а спокойно и четко забили сразу 2-3 мяча. У меня появился сразу момент в начале матча. Я вышел 1-1, обыграл вратаря 1-0. Дальше подача подавал я со штрафного. 2-0 забили мы снова. Дальше я, по-моему, третий гол головой забил. Четвертый гол тоже мы забили. И в первый тайм в итоге оказался со счетом 4-0. Ну и, в принципе, по игре тоже не сказать, чтобы было вау. С нашей стороны, за счет опыта, да, у нас нет никаких тренировок. Я вообще, ребят, собственно, первый раз за многое количество времени увидел в игре. Тем более, скажем так, с собой вместе. Вот, вторая игра за год с ребятами какой-то сыгранности речи не шло. У Амкала. У них, ну, какой-то цельности, к сожалению, я не увидел. Каждый в меру своих способностей и в меру своих возможностей на данном этапе сработал. Ну, наверное, на какой-то, скажем так, ну, значит, это их уровень сейчас. Я не смотрел, сколько они там с кем до этого играли. Вот, то есть, я не слежу сильно за их историей. Вот, но факт остается фактом. Те ребята, которые должны тащить на себе Амкал, по моему скромному мнению, это Ильхан, это Антон Карпов, это Блатов, да, это те люди, которые больше, сказать, футбольные. То есть, они из футбола пришли в блогерство, а не наоборот, из блогерства в футбол. Вот, но в этом матче Ильхан был после травмы, и потом у него и ноги сводили, видимо, от того, что не тренировался и сразу взял большой объем, ну, естественно, мышцы не выдержали. А Карпов тоже самое, по глупости еще полетел в одного из ребят, из наших, и подломался в первом тайме. Вот эти все куски видео вы можете, наверное, у них на канале увидеть, когда видео о отчет о матче выйдет. Я вам рассказываю свое впечатление и свое мнение. Дальше, что касается второго тайма. Втором тайме было просто вынос мозга для меня. По их мнению, общался я и с Игорем Олейником, одним из тренеров данной команды, они решили создать компактность. И компактность они за счет чего создать хотели? За счет того, что защитники начали выжимать до середины, подниматься. Окей, я вам говорю, ребят, вы, конечно, молодцы, но ваши защитники набегаются сейчас. И так и вышло. Если бы было там желание забить им гораздо больше мячей, ну, вопросов не было бы в этом. Вот, но у меня его абсолютно не было. А смысл какой? Что там доказывать? Счет уже там 4-0 на тот момент был. Вот, и, в принципе, все уже решилось. Вот, но ребята мне сказали, ребят, компактность не создается за счет того, что защитники вас поджимают. Вот, защитники поджали, они в первом тайме лицом встречали все атаки, потому что были чуть ниже середины поля, ну, в треть от своей половины начинали встречать. А тут же они, по мнению там какого-то из игроков, решили именно так сделать. Но я им говорю, ребят, вы лучше опустите нападающих и игроков центра более вниз. Вот, чуть-чуть, нежели поднимите защитников. Защитники у вас, говорю, набегаются 5-6 ускорений по 60 метров. Для ребят, которые не занимаются профессионально футболом, это, ну, это большая нагрузка. Ну, и так оно и вышло. У них там Саня, Леша Гуркин, вот, эти ребята набегались просто, ну, до посинения. Я не знаю, смысл какой в этом был или нет, вот, но рыгать, рыгать они, я думаю, рыгали, наверное, после игры. Вот, а нужно было что сделать? Нужно было опустить от нападения нападающих и центральную часть игроков наоборот вниз. Тем самым создалась бы плотность. А они решили, видимо, давай прокачаем защитников до следующего уровня. Они сейчас нас набегаются и будут в следующей игре просто в порядке. Но, к сожалению, там 3-4 момента выхода один в один, ну, и в итоге всё закончилось пятым мячом, который мы забили уже под конец второго тайма, и тем самым поставили в жирную точку. Вот. Вот это что касается самого матча. Вот. Что бы хотелось пожелать ребятам? Ребятам хотелось бы пожелать цельности. Вот. Чтобы у них был вектор, в котором они движутся, именно в футбольном отношении. Вот. Не в блогерском. Если ты по-блогерству, я не лезу, потому что у них каналы на много-много миллионов, там, тысяч человек. У меня канал маленький, но я разбираюсь в футбольном отношении, в тренерском аспекте и в игровом. Потому что я и тренер, и игрок одновременно могу совмещать эти все, скажем так, позиции. И анализирую ситуацию на поле и за полем с двух сторон. Поэтому цельности и, скажем так, сплоченности какой-то, я не говорю про тактическую какую-то составляющую, где, скажем так, это уже нюансы. У них есть тренер, вот, который может что-то подсказать. Но, к сожалению, выйдя на второй тайм, они приговорили себя еще больше. Впереди у них, к сожалению, там сколько там, полтора момента было, наверное, за второй тайм. И то эти моменты носили такой полуопасный характер. У нас вратарь молодой парень встал, вот, и он даже, он справился с этим. Вот, поэтому это что касается игры Ювентуса и Амкала. Вот, я надеюсь, я приоткрыл немножко, скажем так, завесу того, что было со стороны Ювентуса, со стороны Амкала, как тренер, играющий. Что касается физической своей активности, я найдел плеер, систему отслеживания, но, к сожалению, она у меня сработала всего 35 минут. Дальше датчик сел. Вот, ну, данные вы можете вот посмотреть. Вот они вот такие вот, вот данные, данные, данные. Ну что, это все, что я хотел вам рассказать о данном матче. Будь на связи, подписывайся на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok